Девушки отдыхают Девушки отдыхают Acá te la dejo el licuado de banana con leche y te lo debo No te gastes en buscar la billetera, es regalo de la casa Ojalá que la disfruten y se atraganten con los carozos de las aceitunas No, 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 para, 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 para Estás cometiendo un error Ay, no era muzarella, era napolitana No, 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 estás interpretando esto como algo que no es Ah Ah, a ver si entiendo vos sos pintora y él estaba posando para vos Desde cuando te interesa el arte, Gastón? Sí, sí Mira, mira, adamos una cosa, yo agarro mi saco y me voy Está bien, saliste conmigo? No, los dejo solo para que hablen Gastón te ama a vos Pero mi es otra cosa Él te ama a vos Code una manera, Amaro Ya la verdad Yo solo una persona de vida Se entreみ quien placed Pero me encantaría Coraختando el cuerpo El episodio de la explicación y Deriré Y lacall Tú te has perdido Cuando te amate ¡Nonto Espalda Entonces, te Kurt El te celebrating Y te ha gustado Esa Что ты ждёшь? Беги! Марио, возвращайся к нам в пансион. Тут лучше. Дома тебя ждёт трагедия. Ката, я так сильно её люблю, что мне жить не хочется. Ты больной, а она ещё похлеще. Ты во всём права. Я чуть не убил отца. Ты шутишь? Я просто размечтался об этом. На самом деле, убить человека, ну так просто, как кажется. Я хочу стать телохранителем, а не киллером. Ты меня напугал. Я думал об этом. На уроках стрельбы я представляю вместо мишени лицо моего отца. Одно движение. И моя любимая женщина свободна. И может. Ты учишься стрелять? У меня и пистолет есть. И бойся, это спортивная модель для тренировок. Что такое? Ты точно спятил, Марио? Точно. Я всегда вас любил. Моя любовь обречена. А ты почему же? Я друг вашего мужа. Я не предаю друзей. Ты повторяешься, Кармелло? Это старая пластинка. Только не смейтесь. Это не смех, а злость. Моё мнение, ничего не стоит? Нет. Ничего. Это запретная любовь. Но она жива. Предавать нельзя только любовь. А теперь? Я умолкаю, и мы всё забываем. Кармелло, я впервые вижу столько искренности в мужских глазах. Что? Это чистая, настоящая любовь. Говорит твоим голосом. Исключено. Кармелло! Кармелло, я ищу тебя по всему дому. А ты здесь. Я извинялся перед синьорой, что у меня подскочило давление. Надо себя беречь как-то. Да не смог её отвезти. Ты уже не мальчик. Иди. Что ты скажешь? Он ещё ни разу не брал больничный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прости меня за настойчивость, но я пытаюсь нейтрализовать Си-Си, так что мне нужно выяснить твои планы. Какие планы? Что за бред? Ты сообщишь ей, что ты её отец? Зачем мне усложнять свою жизнь? Пока что она прекрасно обходится и без отца. Да, но она интересуется, задаёт вопросы. Что ты это взял? Она спрашивала у меня. Ненормальная. Сегодня ты опять пропустила осмотр. Что у тебя в голове? Не пытайся переплюнуть мою бабушку. Она всё равно ругается лучше. Я не пойду к врачу. В таком случае я сейчас же обо всём доложу Авроре. Это лишь прыщик. Нет опухоль. Как в прошлый раз. Нет, гораздо меньше. Ты завтра уже пойдёшь к доктору. Нет, завтра я не могу. Придётся смочь, и тучка. Не то я потащу тебя за волосы. Я не хочу. Почему? Я знаю, что мне скажут. Я умру. Нет, не умрёшь, не выдумывай. Бабушка проговорилась по Бину, что меня ищет смерть. Она приглашала гадалку. Сиси, завтра мы сходим к доктору, и ты успокоишься. Я видела Гастона в квартире у женщины, с которой он целовался. Нет. Теперь мне всё безразлично. Я хоть сейчас умру. В доме запахло трагедией. Да? Ты до этого меня вызвала? Но это не шутка. Наш сын отчаянно влюбился в женщину, которая для него закрыта. Моя кровь. Сразу видно. И кто же его запретная любовь? Я жду. Марио без памяти влюблён. О чём речь? Это стихи. Арлинда уверяет, что запретная любовь нашего сына приведёт нас к гибели. Арлинда, нам всем интересно послушать. Возможно, я несколько преувеличиваю опасность. Простите, сеньор. Всего хорошего. А в чём трагедия? Интересно, в кого это втрескался твой неразумный пасынок? В Марию Пио. Марию Пио? Ну что? Ты успокоилась? Да. Значит, ты обещаешь поговорить с Гастоном? Ничего я не обещаю. Хавьер рассказал мне о моём отце. О ком? С какой стати? Ну ты, Хавьер, завёл разговор. А я понятия не имею, кто он. Тут всё непросто. Твоя мама встречалась с Гастоном, а потом неизвестно с кем. Ты сама говорила, что она была очень разборчивой. Значит, она родила тебя от парня, которому ушла от Гастона. К чему столько тайн? Я сама не понимаю. Но Хавьер собирается расспросить того, кто что-то знает. Друзей твоего отца? Уж не знаю друзей или просто знакомых. Может, он сам друг? Кто? Сам, Хавьер. Во мне есть что-то от ведьмы. Я чувствую, что твой отец близко. Однажды Франко приходил к бабушке. Франко дружит с Хавьером. Нет. Что? Что такое? Вот почему он дал мне работу, приблизил меня к себе. Кто, Сиси? Если это правда, то Гастон мой. Что? Постой. Бабушка, поклянись, что Франко не мой отец. Ты о чем? Поклянись. Нет, клянусь. Слава Богу. Я вдруг решила, раз уж он однажды приходил. Глупая. Ладно, забудем об этом. Сиси, звонила Мечи. Завтра они хоронят маму. Да, я забыла. Надо пойти туда ради подруги. Тебе понравился мой номер? Твой номер, кузов, мотор, мне все в тебе нравится. Вечно ты преувеличиваешь. У тебя уже есть планы на вечер? Да? Спать. Я собирался делать то же самое. Может, объединимся? Ты еще слишком мал для таких предложений. Я не думаю. Изабель во всем обвиняет меня. Я это слышал. Но это полный бред. Мария Пиас поткнулась. Неправда. Ее толкнула Изабель. Что? Вероника обзывает меня убийцей, но это вранье. Гастон, будешь ужинать? Гастон. 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 Мама, что ты хочешь сказать? Что я видела? Продолжение следует... Малия Пиа, проснись. Гастон, любовь моя, я знала, что ты меня не бросишь. Наконец-то. Это подлость. Что? Ты избавилась от ребенка. Что? Кармела, в ванне спится? Нет. Мне тоже. Сна как не бывало. В голове полный кавардак. Можно присесть? Присаживайся. Что сгнетет? Не важно. Я тебе одно скажу. Ты, пожалуйста, всегда помни об этом. Ты должен быть верным Франко. В смысле? Не предавай отца. Если он что-то прикажет, ты пойдешь и сделаешь. И даже если придется кого-то убить, кто бы он ни был. Что-что? Ты сошел с ума, Гастон. Твоя любовница столкнула меня с лестницы, спросил врача. Нечего тут спрашивать. Сиси не способна на это даже по отношению к тебе. Она мне уверяет, что тебя толкнула Исабель. Ты намекаешь, что Исабель где-то убийца? Нет, я этого не говорил. У Исабель куча недостатков, но она не причинит вред ребенку. Вывод прост. Если тебя толкнула Исабель, а вину свалили на Сиси, значит, ребенка не было. Меня лишили ребенка, и теперь мне плевать, что ты обо всем этом думаешь. Мой ребенок погиб по твоей вине. Ты оставил меня одну. Ты бросил своего малыша, и поэтому он умер. Только поэтому. Мне нужен развод. Что? Что слышала? Мы разводимся. Ты плохо знаешь законы. Придется подождать два года, чтобы развестись официально. Ты в курсе? Если ты попробуешь сдернуться раньше, я тебе устрою веселую жизнь. Это последнее слово? Да. Что ж, запомни хорошенько. Никто не смеет мне угрожать. Все ясно? Шикарный завтрак. Я люблю сгучонку. Что будет с Сиси? Давай так. Я схожу с тобой на похороны, а потом ты поедешь к Сиси. Причем высадишь дверь и заставишь ее выслушать. Сильвана, она видела, как мы целовались. Слова не помогут. А ты попробуй. Открой свое сердце. Как говорил святой Франциск, обнажи свою душу. Мой муж зажился на свете. Надо прикончить его немедленно. Ты можешь помолчать хоть пару минут? Нет. Во мне говорят гнев и ненависть. Я хочу поскорее его похоронить. Кричи громче, и мы прямо отсюда отправимся в федеральную тюрьму. Хавьер, он просит развода. Знаешь, что он учинил? Обвинил меня в том, что я сделал аборт. Почему? Что на него нашло? Он ненормальный, а его дешевая подстилка опять промыла ему маски. Послушай, мы с тобой должны объединить все наши усилия. Когда он сдохнет? Я уже обсудил это с твоим отцом. Мы разыграем ограбление. Ты останешься вдовой, и мы поженимся. А пока что мучай его и с водой истериками. Ты это умеешь. Это не так просто. Он меня не замечает. Заставь его ревновать. Это ваше женское оружие. Да. Но вряд ли Гастон воспримет это всерьез. Хотя кто мешает мне попробовать? Что я теряю? Ваше женское оружие. Ваше женское оружие. Герстон, я рад, что ты отважился со мной поговорить. Твое упрямство не доведет тебя до добра. И о чем пойдет разговор? О чем? О нашем применении, о воссоединении семейства. Мы же одна семья. Нет, прости, но слово «семья» в применении к нашей компании совершенно исключено. Герстон, пожалуйста, прекрати наказывать меня за мои прошлые грехи. Я не святой, но не суди меня строго. Я убежден, что ты подстроил обе маминых гибели. А если не подстроил, то приложил руку. Следует понимать, что все мои предыдущие объяснения тебе, как об стенку горох? За мной это. Не хочу ссориться. Запомни одно. Сначала я хотел тебя убить, а потом передумал и решил убить все, что с тобой связано. Я убью Гастона Альберти, твоего бывшего сына, и все, что ты ему дал. Гастон, я убью твой лжевый мир и начну жить с чистого листа. И в этой новой жизни тебе нет места. Гастон! Что я тут делаю? Гастон! Выпей со мной. Нет, спасибо. Не хочешь? Нет, я не пью спиртное. Берегу свой молодой организм. Предпочитаю минеральную, негазированную воду. Молодец. Древние не зря говорили. Кром-телез, правый дух. Но перечень нужно только тело. А что еще? Например, сердце. Я говорю о чувствах. Смотри внимательно, в кого ты влюбляешься. Если честно, я сам не знаю, как это получилось. Но так уж вышло. Не применил на свой счет. Нет! Я тебя понимаю. Я сам был таким, но ты должен вбить себе в голову, что замужняя женщина это запретный плод. Запретный. я люблю ее. Я теряюсь. Подскажи, что мне делать? Уйти из дома? Так? Пожалуйста, пойми. Она... Она... удивительная женщина. Я знаю. И ты на меня не сердишься. Нет, Марио, Марио. Что люблю ее? В моем возрасте меня мало что может удивить. Так что, прими совет. Отделайся от нее понемногу, чтобы меньше болела. Но, если честно, то я не ожидал подобной реакции. Я думал, что все будет хуже. Гораздо. Это твоя жизнь. А не маньяна. Я лишь хочу тебя... Очень. Кстати, как мужчина с мужчиной. Ты уже переспал с ней? Ну, не скромничай. Да. Ох, моя кровь. А теперь начни отступление, чтобы мало-помалу отвадить ее. Ну, прости за настойчивость, но я только что признался, что затащил ее в постель. Я понял. А ты не возражаешь? Марио, я еще не забыл, что такое юношеское горячее сердце полное страсти. Забудь ее. Поверь, оно тебе не стоит. Не связывайся с замужними женщинами. Иди, иди, иди. Не напрягайся, сынок. Все хорошо. Все хорошо. Соблазнить жену старшего брата. Заставь его ревновать. Это ваше женское оружие. Я решила сойти вниз. Мне так одиноко. Даже поговорить не с кем. Прости, но я немного не в себе. Задумался о другом. Ты хочешь сказать, у тебя нет друзей? Все уехали в отпуск. Бросили меня совсем одно. Одинешенько. Уехали в отпуск. Все вместе? Меня все покинули. Друзья. Муж. Какое счастье, что у Гастона такой славный братишка. Могу я называть тебя Шурином? Меня? Ну, я не против. Ведь это чистая правда. Спасибо. Ты один готов принять меня в нашу большую дружную семью. Я знала, что придешь рано или поздно. Ты сказала, Гастон меня любит. Кто ты? Вы с ним целуетесь, теперь он живет с тобой. Что здесь происходит? Кармелло? Да. Я собрался на кухню, чтобы посмотреть. Я задержу тебя на минутку. Можно? Да. Пригляди за Марио. Если он опять потащит в постель Марию Пию, аккуратно останови. Ладно. Как скажешь. У тебя все хорошо. А что? Да ты на себя не похож. Все в порядке? Самочувствие, давление? Да. Правда, давление иногда пошаривает. Скачет, как ненормальное. Ну, это пустяки. Ясно. Арлинда, не к нам силы, не бойся меня сломать. Сеньора, я хочу извиниться. Зря я пыталась открыть вашему мужу глаза на Марио. Я поставила под удар жизнь моего сына. Арлинда, у нас у всех порой случаются затмения. Только твоё затянулось. Да, сеньора. Больше такое не повторится. Я лишь об одном вас прошу. Пожалуйста, оставьте марио. Не будь занудой. У меня ничего нет с твоим сыном. В эту минуту я увлечена зрелым мужчиной, который давно по мне сохнет. Можно сказать, это сюрприз года. Сеньора, я рада за вас. И кто же он? Ты считаешь, что я настолько тупа, чтобы кричать о нём? Нет, сеньора, вы всегда скрываете самое интересное. Довольствуйся малым. Это и так большой секрет. Одно твоё слово, и я выпишу тебе бесплатный билет на кладбище. Да, сеньора, я поняла. Но в данную минуту мне не до путешествий. Сварить тебе кофе? Нет. Так вот, после развода с мужем я осталась одна, потому что не могу найти достойного кандидата. Это забавно. Я учу жизни своих пациентов, но не могу изменить свою жизнь. Я советую людям открываться, идти на контакт, а сама закрыта. Прости, но при чём тут Гастун? Я говорю о любви. Тебе повезло, что тебя полюбил такой мужчина. любит меня, спит с тобой. У нас с ним ничего нет, ничегошеньки. Если хочешь, можешь во всём обвинить меня. Я застала его врасплох. Прости, но я ничего не понимаю. А ты не думай. Чувствуй. Твоё сердце не ошибается. Ещё как ошибается. отпусти. Я никогда тебя не отпущу. Пусти. Нет. Нет, я люблю тебя. Боготворю. Уйди. Сиси меня не слушает. А ты на неё не давишь. Ходит к врачу, когда сможет. Верно? Нет, надо соблюдать строгую периодичность. Сиси положено каждый месяц проходить осмотр. Да, я в курсе. Она отказывается ехать в больницу. Отказывается? Предоставь это мне. привет. Это называется ненавязчивый сервис. Да. Что-то не так. Сильвана, я раньше никогда этого не делал. Даже немного презирал. Интересно, что же? Психоанализ. Психоанализ? Нет, я собиралась поработать с тобой в самом начале, но теперь... Ты сама предлагала мне помощь. тогда я тебя плохо знала. Опять минут назад я заявила Сиси, что ты ее любишь. Жить без нее не можешь. Я ее встретил, она выглядела расстроенной. Хотел ее обнять, но она сбежала. Сразу видно, что она тебя тоже любит, но ей мешает ее избленная гордость. Я не знаю, как победить ее гордость, ровно как и мою. Вернее, у меня даже гордость не осталась. Надо ее чем-то заменить или вернуть на место. Я уже ни о чем не могу думать. Костон Альберти скончался в мучениях, а новый я мне совсем не знаком. Душу не убьешь так просто? Нет. Внутри тебя сидит все тот же Гастон. А где тот, каким я хочу стать? Если ты задаешь этот вопрос, значит, уже стал. Я хочу сказать тебе спасибо за помощь и поддержку. Пожалуйста, не рассказывай об этом никому. Меча, ты нарочно меня оскорбляешь. Прости, но не проси, чтобы я это забыл. Я не смогу. Пожалуйста, пожалуйста. Я должен знать, кто это был. Кулуарные беседы? Да. Ладно, общайтесь. Кто это был? Какая безответственность. Мы все за тебя волнуются, а ты хоть быхны. Бабушка, молчи. Ты должна следить за собой. Ради себя и всех нас. Ты немедленно запишешься на прием. Я пребью эту ябедую предательницу. Благодаря Богу за то, что он дал тебе такую подругу, как Ката, которая заботится о тебе. Красавица ты моя. Я знаю, что ты боишься врачей, как и я. Но стыдно показывать спину врагу. Давай, запишись. Ладно? Договорились? Я тебя жду. Вчерашнее больше не должно повториться. Я так надеялся на скорое продолжение. Мечи, как ты можешь быть такой бессердечной? Я не хочу, чтобы кто-то нас застукал. Радость моя. Страх и опасность только повышают адреналин в крови. Мечи, я же вижу, что тебя ко мне тянет. Простите, Лало, ей совсем плохо. Она еле на ногах стоит. И чему тут удивляться? Похоронила маму. Не плачь, все будет хорошо. Ты не мог бы посидеть с ней? У меня собрание. Все пройдет. Вот увидишь. Да. Спасибо тебе. Что такое? Знаешь, где живет Магастан? Вот здесь. Магастан Я здесь. Прослушал твое сообщение и сразу примчался. Да, я позвонила, чтобы спросить, ты уже нашел того, кто знает моего отца? Да. Как его имя? Шеси, давай сначала я точно выясню, кто твой отец. Не надо. Расскажи хоть что-нибудь, даже то, в чем ты не уверен. Назови мне его имя. Войдите. Можно? Мария Пиа Челита сказала, ты меня звала? Да, да, отходи. Ты не поможешь мне застегнуть? Да. Закрой дверь, сквозняк. Да. Нужен? Давай, помоги. Да. Марио, что ты там разглядываешь? Да ничего. Я просто изучаю механизм. Это обычная молния. Замочек ездит вверх и вниз. вверх и вниз. Вверх. А мне куда? Пока что вверх. Да. Готово. это было просто. Благодарю. Благодарю тебя. Да не за что. Опять будете издеваться? Нет, Кармелла, никогда. тогда что же? Я до утра думала о тебе и твоих словах. Ты удивил меня до глубины души. Я чувствую себя желанной. Я всегда вас любил. Молчаливо. Любил так, как никого и никогда. Кармелла, твои слова пробудили во мне бурю чувств. Я даже немного боюсь. Я тоже боюсь. Я всегда очень уважал Франко, но меня больно ранит его пренебрежение к вам. Кармелла, уйми же свой страх. Я надеюсь, тебя не стошнит. Спасибо. Это усилие дорогого стоит. Я что-то делаю бесплатно? Бывает. Но не в этом случае. Ты не уйдешь отсюда, пока не ответишь. Я отдал тебе слово, что поговорю с этим человеком, и если что-то... Я не могу ждать. Карьер, я устала от постоянных недомоговок. Си-си. Мне известно, что его имя начинается на Б. Если хочешь, я угадаю. Тебе лучше уйти. Уйти? Да, к себе домой, в отель, куда угодно. Я тебя обидел? Нет, ничуть не бывало. Но после разговора с Си-си я не могу. Ты много чего ей наговорила. Что ты в разводе, что у нас ничего нет. Ну, что еще? В чем еще? Я ей солгала? Солгала? Багастан, успела тебя полюбить. логату из полюбить. А логату Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok